всем привет с вами кекс и сегодня я делаю шоколадную глазурь эта глазурь является универсальное покрытие не можно покрывать что вам нравится что вам удобно это очень вкусно очень просто на самом деле нужно всего лишь четыре составляющих это сахар молоко какао и масло мы делаем такой себе практически шоколад но не совсем твердый обязательно сахар нужно смешать какао для того чтобы не было комочков какао это потом вы видите почувствуете то есть тогда смесь будет однородной хорошенько перетирайте вы видите сахар как абразив очень хорошо перетирает какао и не остается ни одного комочка его теперь эту смесь я высыпаю в кастрюльку в небольшую желательно с толстым дном и добавляю сюда молоко молоко я буду добавлять не все сразу я добавляю только три ложки сейчас и две ложки я добавлю уже после того как моя масса закипит теперь нужно добавить масло 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 сюда нужно солидный кусочек 70 грамм сюда нужно масло но данная глазурь этими хороша она благодаря маслу будет глянцевая очень вкусная хорошо держать форму я уверена что вам понравится если вы попробуете ставлю массу на средний огонь до растворения масла немножечко венчиком помогает для того чтобы масло хорошо и быстро разошлось вы видите становится сразу такая насыщенная шоколадная темная смесь очень красивая и очень вкусно пахнущая после того как у нас закипела через там 30 секунд кипения я добавляю оставшиеся две ложки молока и далее она у меня закипает еще хочу сказать что нужно поварить где-то после этого минутки две три чтобы какао отдала весь свой вкус и у нас останется такой именно насыщенный насыщенный шоколад самый настоящий для того чтобы у меня побыстрее остыла я выливаю всю эту смесь в чашечку практически полного остывания я немножечко поставила в холодильник для того чтобы глазурь стала более густая я смотрю на ее консистенцию для чего я это сделал для того что мне нужно сделать потеки но они не должны у меня добегать до самого низа моей подложки то есть они должны красиво как бы сбегать но не такое неряшливое как бы чтобы она не добегала до самого дна так сказать и поэтому пока моя смесь еще такая себе густая после холодильника она мне там постояла может быть минут 10-15 но вы смотрите по консистенции а не по времени поэтому обязательно смотрите я просто именно сейчас делаю потеки сама такой длины как не нужно я сейчас сбоку постараюсь показать как я это делала вот я ставлю ножиком нужное количество мне можно ложечкой просто я так схватила сразу ножик и ножиком начала деть нужное количество шоколада я захватываю и как бы помогаю ему стечь делая нужной длины потек нужной длины и ширины здесь вы видите потом хорошо у меня выровняется эта глазурь поверху тортика да и плюс я ее потом немножечко подогрею в общем я вот так вот заполняю потеками весь тортик вокруг широкими узкими абсолютно разными для того чтобы тортик не выглядел шаблонно вы видите потеки не текут до самого дна теперь я в микроволновке разогрела это все еще на 10 секунд поставила масло немножечко подтаяло и смесь стала более мягкой и теперь я вылила половинку на тортик и сейчас разровняю перекрою вверх не делаю очень горячий потому что может растаять крем если у вас крем может потаять крем поэтому не делаем сильно горячую глазурь в микроволновке она даже теплой стать собственно не должна и оставляю тортик потом в холодильник для того чтобы схватилась моя глазурь или можно сразу же начинать украшать я приступлю сразу буду украшать в стиле что есть дома это сейчас очень модно и популярно такие себе тортики из всего сверху сейчас покажу что я имею ввиду немножечко можно взять потрусить тортиком для того чтобы более ровно разошлась глазурь вот так вот и у вас глазурь станет ровной вот так вот я украсила свой тортик поверх у меня здесь безе маршмеллоу такие вафельные трубочки с начинкой и немножечко малинки для цвета вышло очень нарядно и красиво учитывая что тортик был для нас обязательно спрашивайте что непонятно в комментариях а с вами был кекс до новых встреч пока пока пока